Вебинар На экране вы видите наши контактные данные, наша электронная почта, наши телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Вести вебинар буду я, консультант-аналитика ДНС Галина Гардышева. И если какие-то вопросы у вас будут возникать, мы будем рады на них ответить. Присылайте их любым удобным для вас способом. Мы постараемся подробно ответить уже предметно по вашим реалиям бизнеса и по вашим конкретным вопросам. Если вам оказалось неудобным время проведения вебинара или вы не смогли дослушать до конца, например, то через некоторое время мы выкладываем записи вебинаров и милости просим на наш сайт. Возможно, вы найдете там еще какую-то полезную для себя информацию. Итак, сегодняшняя тема нашего разговора будет касаться подсистемы производства ERP. И, соответственно, мы поговорим про начальные настройки и про сложности, которые возникают при запуске этого блока. То есть мы поговорим про справочники, которые необходимо заполнить для начала работы, про ресурсные спецификации, про основные средства, объекты эксплуатации, рабочие центры и так далее. Ну, про диспетчирование этапов и затронем дополнительные сервисы, которые у нас при этом присутствуют. На самом деле, настройка производства, подсистема производства, это, наверное, самая трудоемкая система. И она завязана, так сказать, на достаточно большом количестве справочников. Начнем мы с того, что сама по себе подсистема ERP производство требует дополнительной активации. То есть для того, чтобы использовать все возможности производственного блока, нам нужно включить его использование. Значит, как будет сегодня проходить наша встреча? Мы с вами будем смотреть некоторые нормативные материалы, некоторые скрины на сайтах и будем переключаться на демо-версию программы. Сейчас я переключу все вот таким образом. И мы будем здесь уже ручками трогать, так сказать, то, о чем поговорили теоретически. Начнем мы с активации, как я уже сказала, вообще производственной подсистемы. То есть у нас все аналогичные операции сосредоточены в блоке НСИИ и администрирования. Сейчас мы сюда переключимся. Вот он наш блок НСИИ и администрирования. И, соответственно, здесь собраны у нас, ну, если можно так сказать, грубые настройки, то есть активация функциональных функций каждого подраздела. То есть вот мы видим ссылки. И, соответственно, для того, чтобы работать с производством, мы перейдем сейчас по этой ссылке. И вот здесь у нас, видите, есть четыре подраздела. И выбираем производство. Естественно, если у нас производственное предприятие, и мы учитываем производственные операции, то мы должны проставить чекбоксы. То есть вот такие красивые зеленые галочки. Ну, во-первых, использовать производство. Ну, а во-вторых, все остальные чекбоксы внимательно смотрим. То есть здесь основная задача – внимательно читать подсказки и внимательно читать, что вы отмечаете. Потому что к некоторым настройкам можно вернуться, а некоторые настройки уже один раз, если вы активировали, то программа будет просить их дальнейшего использования. Значит, мы ставим с вами в обязательном порядке флажок «Использовать производство» и, соответственно, проверяем, какие еще настройки соответствуют вашим бизнес-процессам. Ну, естественно, технологические операции. То есть, соответственно, смотрим, что у вас присутствует ли ОТК и другие пункты этих настроек. Ну, и, соответственно, работаете ли вы с довальческим сырьем. То есть, может быть, вы сами передаете в производство довальческое сырье или, наоборот, принимаете. Ну, то есть вот таким образом мы проходим по всем настройкам и активируем. То есть, проставляем чекбокс там, где это необходимо, там, где это требуется. Обратите внимание на статусы документов. То есть, у нас статусы документов, если используются, то, соответственно, нужно проставить флажок. Так, рекомендую это делать, потому что при производственных циклах статусы имеют достаточно большое значение. Таким образом, мы с вами запускаем учет производства. И сейчас вернемся снова на наши слайдики. Чуть-чуть подвинем вот так. Так, на наши слайдики. Упс. Посмотрим вот это то, что мы с вами сейчас смотрели. Блок производства. И, извиняюсь, я закрыла. Увлеклась и закрыла. Демобазу. Вот так. Значит, соответственно, мы активируем все подразделы. И теперь наша задача заполнить в соответствующих подразделах все справочники, которые нам потребуются для учета производственных операций. Таких справочников достаточно много. И, к сожалению, заполнение производственного блока не получится уже, допустим, свалить на бухгалтеров и финансистов. Как, например, при работе с налоговым учетом, с оперативными какими-то документами, с банковскими. То есть для заполнения этих справочников нам потребуются, во-первых, специалисты-технологи. Во-вторых, специалисты по производственным процессам, например, мастера смены и так далее. И это процесс достаточно трудоемкий. Ну, либо, естественно, это должны быть специалисты 1С, которые комплексно занимаются внедрением на вашем предприятии. У нас сразу после того, как мы активировали использование производства, возникает достаточно много справочников, которые располагаются уже не в блоке инсии, а в блоке производства. Сейчас мы с вами посмотрим вот такой слайдик. И перейдем в этот раздел, то есть раздел производства. Я хочу обратить ваше внимание на то, что вот мы с вами снова переходим в ERP, переходим в блок производства. И у нас здесь целый блок, так же, как и в других подразделах, который посвящен заполнению справочников нормативно-справочной информации. То есть, как вы видите, у нас первым стоит ресурсная спецификация, а потом уже всякие дополнительные, то есть рабочие центры, технологические процессы, статьи, калькуляции. То есть, к сожалению, по каждому из этих пунктов можно прочитать отдельный вебинар, поэтому мы очень сжата как бы только для чего и что нужно. Значит, ну, естественно, производственный процесс у нас основной, ну, не основной, но самый главный, наверное, документ в производственном процессе – это ресурсные спецификации. А следующий – это рабочие центры. То есть, вот здесь вот достаточно много возникает вопросов по поводу рабочих центров. По ресурсным спецификациям мы сейчас с вами посмотрим, а по рабочим центрам мы поговорим поподробнее. То есть, ресурсные спецификации – это, грубо говоря, рецепт изготовления вашего производства. Ну, соответственно, сейчас посмотрим вот саму ресурсную спецификацию. Она состоит из дополнительных закладочек. То есть, основное – это что вы делаете и какое количество. То есть, задаются расходные материалы для, там, например, одного, одной единицы, одной тонны, одной штуки и так далее. То есть, соответственно, задаются сведения, которые необходимы для материалов, для обеспечения материалами, для выполнения каких-то работ, то есть, какие конкретные работы задаются, производственный процесс, то есть, вот это этапы производства, то есть, что, зачем должно делаться и когда передаются, например, уже готовые изделия. То есть, номер этапа – это у нас номер по порядку. То есть, если у нас заполнен вот этот вот, вот это окошко, у нас стоит номер этапа, то следующее окошко, номер этапа, если у нас не заполнен, то есть, например, стоит ноль, то это обозначает, что это конечный этап. Если у нас здесь стоит какая-то другая цифра, то, значит, это промежуточный этап, и за ним имеется следующий, уже, соответственно, другой для выполнения. Мы можем получать здесь и отчеты, видите, то есть, получать и отчеты по стоимости, но для этого требуется заполнить дополнительные справочники и получать печатную форму спецификации самой. И могут быть прикреплены файлы, например, фотографии готового изделия, или, соответственно, какая-то другая информация, например, требования ГОСТов и так далее. То есть, ресурсная спецификация – это основной рецепт вашего производства, то есть, тех производственных единиц, которые вы выпускаете, то есть, готовая продукция. Так, сейчас мы закрываем это дело. Ну, то есть, соответственно, видите, здесь можно создавать разные, то есть, соответственно, спецификации. Можно посмотреть вот по дереву спецификации, ну, то есть, использовать все инструменты 1С. Но сейчас более подробно, к сожалению, у нас нет возможности останавливаться на спецификациях. И мы переходим к другим справочникам. То есть, у нас в разделе производства, как вы видите, вот, ну, как бы это основные справочники. И есть справочник рабочие центры. То есть, что такое рабочие центры? Рабочие центры – это какие-то единицы оборудования. Вот, например, мы можем посмотреть, перейдя по этой ссылке, вот такое дерево. То есть, соответственно, что у нас создана структура, структура нашей организации, нашего производственного блока. Напомню, через блок НСИИ и администрирования у нас есть структура предприятия. И структура предприятия вот как раз-таки отражает наши производственные мощности, производственные цеха, склады и так далее. То есть, ну, в нашем примере была создана вот такая структура. Соответственно, после того, как мы ее создали, мы приступаем к более тонкой настройке, так сказать, и заполняем уже рабочие центры. Рабочими центрами являются, ну, на практике это чаще всего рабочие места конкретные, например, там, рабочее место маляра, рабочее место столяра и так далее. Ну, естественно, это зависит от специфики вашего предприятия, вашего производственного цикла. То есть, если мы, вот видите, у меня есть и место маляра, и какие-то конкретные станки, которые у меня работают. Ну, и, соответственно, здесь уже на что у меня хватило фантазии, ну, а в вашем случае на что у вас необходимость есть, то есть насчет того, что предусмотрено вашим технологическим процессом. Возникает достаточно много вопросов, особенно на первых порах. Так, сейчас мы с вами снова вернемся к нашим слайдам. Возникает достаточно много вопросов на первых порах. А что же такое в этом случае рабочие центры, если у нас состоят из какого-то оборудования, например, ну, те же станки, те же рабочие места, то в какой связи это находится с основными средствами и в какой связи это находится с объектами эксплуатации. На самом деле, для описания рабочих центров мы можем использовать разные виды. То есть мы можем использовать виды именно рабочих центров, то есть это группировать их по каким-то признакам. Ну, то есть, допустим, в цеха объединять. То есть это, вот видите, у нас структура здесь показана, и расшифровка структуры. То есть это группировка по каким-то общим признакам. Ну, то есть цех металлообработки. Соответственно, это какие-то станки, которые занимаются обработкой металлов. Ну, естественно, не самостоятельно с помощью сотрудников, но тем не менее. Рабочие центры позволяют достаточно много вариантов планирования использовать. То есть, во-первых, можно рассчитать время загрузки станков, скорость выполнения определенных работ, ну и так далее. Поэтому на создание структуры следует обратить особое внимание. Значит, после того, как мы создали, заполнили сначала структуру предприятия, потом заполнили структуру производства, мы можем переходить к следующему этапу. То есть описать конкретные рабочие центры, то есть станки и их работу. То есть какие конкретно работы вы выполняете на этих станках и какие расценки. То есть за единицу времени, например, или за выполненные работы. Ну, соответственно, в зависимости от ваших производственных процессов. Сейчас мы вернемся с вами на нашу демо-программу. И вот какой момент с вами посмотрим. То есть рабочие центры, как вы видите, у нас имеют еще доступность рабочих центров. И в этом случае мы создаем график. Точнее, не график, а создаем доступность рабочих центров. То есть мы выбираем, к какому подразделению относятся наши доступные центры. И выбираем период, на какой период мы задаем доступность. Ну, там, неделю, месяц, в соответствии с нашим планом. И по кнопочке заполнить доступность мы создаем записи. Сейчас у меня месяц работает, поскольку я должна выбрать подразделение, которое необходимо. Ну, и, соответственно, вот у меня на один день доступность я могу заполнить сейчас. Значит, в этом случае у меня выбираются те станки, которые мне доступны. И доступность, например, 8 часов, если у меня один станок. Если у меня два станка, допустим, то у меня доступность будет уже 16 часов. И создаю вот такую вот табличку, где я пишу, что у меня, например, на изготовление одной детали уходит полчаса, например. Значит, у меня за 8 часов времени будет возможно выполнить столько-то операций. И вот здесь вот нужно отметить, что если вы создали этот график, ну, то есть заполнили доступность, посмотрели, что у вас все правильно, и все как бы вас устраивает, и потом сохранили, то потом уже бывает достаточно трудоемко этот график доступности изменить. Поэтому надо быть аккуратнее. Так, наступность рабочих центров посмотрели с вами. Разрешение на замену материалов – это тоже дополнительно отдельный, достаточно трудоемкий процесс, потому что необходимо создать справочник соответствия, какие материалы соответствуют каким позициям, то есть что можно на что заменять. И потом мы с вами переходим к технологическим процессам. Вот здесь. Сейчас мы с вами так свернем. Ну, то есть технологические процессы и ресурсные спецификации. Почему мы вернулись немножко назад к ресурсным спецификациям. Еще раз покажу вам вот такой слайдик. То есть это где у нас находится ресурсная спецификация. Это самая первая позиция в нормативно-справочной информации подраздела производства. И, собственно, вот то, что мы с вами уже смотрели. Это у нас сама ресурсная спецификация, в которой трудозатраты. То есть, соответственно, это у нас с вами технологические операции и трудозатраты. То есть сколько они занимают времени у работников, у сотрудников. Снова переходим на демо-версию. То есть, соответственно, это у нас технологические процессы. И технологические процессы мы с вами описываем вот таким образом. То есть здесь у нас, если мы зайдем в технологический процесс, как вы видите, опять достаточно много информации, которую необходимо заполнять. То есть, соответственно, название должно быть такое, чтобы вам было понятно, чтобы вы потом не ломали голову, что же это такое. И сами операции, которые необходимо выполнить для данной операции. Для данной операции выполнить операции. Ну, собственно говоря, для выполнения данного вида работ необходимо выполнить соответствующие операции. Используемые материалы. И, соответственно, время у сотрудника. То есть, трудозатраты, которые имеют определенное количество. То есть, времени часов. И, соответственно, определенную стоимость, калькуляцию. То есть, как вы видите, справочников здесь требуется достаточно много. Значит, после того, как мы технологические операции, технологический процесс описываем вот таким образом. Ну, и, естественно, может быть и текстовое описание. То есть, кроме того, что вы задаете вот в таком формате, можно и просто как описание последовательности операции делать. И, как мы с вами посмотрели, по статусам, то есть, в разработке. Это значит, только разрабатывается у вас. Она еще не согласована и не утверждена, например, технологами. И состояние закрыто. То есть, мы ее уже не используем. То есть, не удаляем из списка. Не используем. И вот здесь, обратите внимание, вот сейчас у меня доступен статус в разработке и закрыто. Соответственно, если я перехожу по кнопке еще, то у меня доступно изменение. То есть, если я создаю новую запись, то у меня доступны будут все поля для редактирования. Если это было уже записано и, например, сохранено, то есть, получен статус действует, то у меня уже будет закрыто для редактирования. И чтобы исправить какие-то вещи, мне будут требоваться, во-первых, определенные права, чтобы это исправить. Во-вторых, нужно быть очень аккуратным, потому что исправлять статус действует уже не особо хорошо. Нужно четко понимать, что мы делаем и что при этом изменится в самих карточках. Так, технологический процесс мы с вами сейчас закроем. Вернемся снова к слайдикам. То есть, после того, как мы заполнили необходимые справочники, необходимые справочники для ресурсных спецификаций, мы с вами можем уделить внимание такому вопросу. У нас есть, достаточно часто встречаются вопросы, которые касаются основных средств и объектов эксплуатации. Что это такое, почему оно отличается и где он живет. Значит, у нас основные средства находятся в подразделе вне оборотной активы. Сейчас мы туда вернемся на практике, посмотрим. То есть, основные средства у нас, вот он, подраздел. И отдельный подраздел обслуживания и ремонт содержит объект эксплуатации. То есть, в чем между ними разница основные средства и объекты эксплуатации. На самом деле, собственно, разница заключается в том, что создан документ, что был создан документ принятия к учету основного средства. То есть, основное средство у нас может быть объектом эксплуатации. Сейчас мы с вами переключимся на демо-версию. И идем в раздел вне оборотные активы. И вот он, наш раздел, где обслуживание и ремонт. Здесь у нас есть объект эксплуатации и документы по основным средствам. Документы, собственно, приобретения основных средств и так далее. Как вы знаете, у нас действует сейчас два новых ФСБУ, которые касаются основных средств. Это 26-е и 6-е ФСБУ, которые уже обязательно к исполнению, к учету. И они у нас регулируют работу с основными средствами. Как вы знаете, стоимостное выражение основных средств у нас сейчас отсутствует. И присутствует только длительность эксплуатации. То есть, свыше 12 месяцев у нас оборудование может быть оттеснено к основным средствам. А если меньше 12 месяцев, то независимо от его стоимости, оно может быть списано как материалы и малоценные быстро изнашивающиеся предметы. То есть, соответственно, если мы с вами перейдем по ссылке документы по основным средствам, то вот перечень у нас документов, которые основные средства наши... Сейчас вот так раздлиним немножечко. То есть, соответственно, принятие к учету основного средства – это основной документ, который... Принадлежность основного средства у нас с 08-го переводит на 01-й. Теперь мы с вами посмотрим вот такой слайдик. Немножко нормативной информации. То есть, как я уже говорила, у нас основное средство по факту оформления документов, принятие к учету основного средства. Собственно говоря, в силу этого документа основные средства также учитываются все параметры этих основных средств непосредственно в документе принятия к учету основного средства. И в списке основных средств у нас будет присутствовать специальная графа по регламентированному учету. То есть, как у нас обстоит дело с регламентированным учетом. То есть, например, принято к учету, снято с учета и так далее. На забалансовом учете находятся. То есть, вы видите на слайдике нормативные требования к основному средству. И, соответственно, все, что необходимо тут указать. И дополнительно графа по управленческому учету. И здесь у нас с вами есть рабочее место. Документы по основным средствам у нас находятся вне оборотной активы. Ну, как мы с вами только что посмотрели. Документы, основные средства, документы по ОС. И здесь мы с вами обязаны отметить, что у нас на закладочке документы для работы с основными средствами должна быть настроена хозяйственная операция. Должна быть закладочка заполнена документами детализации по основным средствам. И должна быть закладочка амортизация. Сейчас мы с вами переключимся. Еще посмотрим один слайдик и переключимся на нашу демо-базу. Кроме этого, у нас основные средства используются в планировании этапов. То есть этапы – это изготовление, этапы – это у нас определенный вид работ, которые в ресурсной спецификации задается или, может быть, вручную задаваться. Ну, то есть все необходимые операции, которые содержатся для того, чтобы выпустить либо полуфабрикат, либо уже какое-то готовое изделие. То есть этапы мы видим в ресурсных спецификациях. Мы с вами смотрели закладочку. И, соответственно, этапы производства проходятся по мере изготовления продукции и содержат информацию о том, в какой цех или на какой рабочий центр передается, в какой последовательности. Ну, и, соответственно, может быть, отдельные партии, если это полуфабрикатный метод. Как вы понимаете, здесь как раз-таки вот этот момент наиболее трудоемкий. Сейчас переключаемся на нашу конфигурацию демо. Вот. И продолжим. Значит, у нас с вами внеоборотные активы. И основные средства, почему я сделала отступление на тему полуфабрикатного учета и так далее. То есть основные средства, как мы с вами посмотрели, и рабочие центры, это практически одно и то же, только мы ориентируемся на документы принятия к учету основного средства. А вот объект эксплуатации, здесь у нас задействован блок ремонт. Вы видите обслуживание и ремонт. И на объектах эксплуатации мы можем задавать не только стоимость там основного средства, информация, которая используется для описания основного средства, но и планирование каких-то, например, график планово-профилактических работ выполнять. И планировать, соответственно, загрузку. То есть объекты эксплуатации у нас, как вы видите, ну, например, вот автопогрузчики, автотранспорт. То есть то, что составляет основное средство, ну, например, грузовик, земельный участок и не только. То есть объект эксплуатации у нас может быть кабинет руководителя, поскольку это его рабочее место. То есть вот основные отличия между объектами эксплуатации и основными средствами. Необоротные активы. ТМЦ в эксплуатации это в основном спецодежда и специнвентарь. То есть, соответственно, те материальные ценности, которые выдаются у нас на руки сотрудникам и имеют какой-то конкретный срок эксплуатации. Например, спецодежда выдается сроком летнее на один год, зимнее на два года. И, соответственно, списание происходит из эксплуатации по мере прохождения времени, которое предусмотрено на эксплуатацию данного имущества. У нас есть, кроме таких вот неявно выраженных моментов в виде основных средств и объектов эксплуатации. Есть еще несколько не особо таких явных определений, которые вызывают всегда много, к сожалению, много вопросов. Это касается технологических операций. То есть технологические операции, это у нас справочник. Вот смотрим с вами справочник, который также надо заполнить до того, как вы перешли уже к эксплуатации программы. То есть, соответственно, вы здесь пишете то, что соответствует вашему процессу. И здесь уже создаете дополнительное описание, что это такое. В нашем случае это было два вот таких примера составлено. Например, химический анализ. Вы, соответственно, можете создать тот, который соответствует вашим реалиям бизнеса, вашим технологическим процессам. Так, это мы с вами посмотрели. И теперь, значит, когда мы с вами касаемся ресурсной спецификации, снова возвращаемся к теме ресурсной спецификации. То есть основной наш рецепт для выпуска готовой продукции. У нас есть здесь такая закладочка. Вот сейчас возьмем что-нибудь. Вот такое. Ну, соответственно, это мы смотрели уже материалы обработка и трудозатраты. Соответственно, у нас возникает необходимость производственного процесса. Вот он у нас здесь состоит из одного этапа. Если он у нас из нескольких состоит, сейчас я выберу там, где, например, вот. Так, нет, тоже один. Сейчас, 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 сейчас. А, значит, там, где у нас состоит из нескольких этапов. А, нет, не получилось. Ну, то есть, соответственно, когда несколько, несколько этапов, мы с вами можем видеть порядок прохождения этих этапов. И, ну, обычно задается какое-то описание, чтобы на словах дополнительно описать процесс. И мы можем при использовании калькуляции использовать диспетчирование этапов. Соответственно, у нас возникают еще дополнительные справочники, которые необходимо заполнять. и необходимость передачи между, например, какими-то цехами или между, ну, между различными рабочими центрами. То есть, в этом случае у нас есть возможность, ну, то есть, когда у нас выпуск готовой продукции, оформляется этот документ, отчет производства за смену, мы уже передаем документы вклад и доставка. И, соответственно, у нас в этом случае создаются документы по перемещению. То есть, мы можем работать с заказами на перемещение, можем работать просто без заказов, выполнять перемещение между цехами. И, соответственно, у нас в этом случае, опять же, необходимо настраивать справочники, которые касаются перемещения. То есть, здесь у нас тоже есть раздел настройки и справочники. И здесь мы уже создаем склады и создаем место размещения на складах. Если, конечно, это у вас вы задали в первоначальных настройках, то в этом случае у нас, например, может быть склад готовой продукции, склад брака, склад, например, на доработку, если какая-то продукция ушла. И дополнительно типы транспортных средств, то есть как перемещаются, может быть, какие-то транспортные средства, там тележки, роплы и так далее. И, соответственно, зоны доставки, то есть куда доставляется тот или иной груз. Соответственно, это могут быть места хранения, места доработки, места маркировки, если это ОТК работает и ставит свои штампы. Ну, то есть, как вы видите, взаимосвязь вот таких процессов при производстве, при работе с производственным блоком, как я уже говорила, наиболее трудоемкая. То есть нам необходимо при производственном процессе настроить самое основное – это ресурсные спецификации. Дальше рабочие центры, то есть создать необходимую структуру и, соответственно, необходимое оборудование, то есть выполнять роль рабочего центра. Потом технологические процессы, заполнить необходимые справочники по каким операциям, то есть какие операции будут выполняться и технологические операции. То есть обратите внимание, технологические процессы и виды технологических операций. Соответственно, после того, как настроена вот эта основная информация, мы с вами можем переходить в необоротные активы – это виды рабочих центров, то есть основные средства и объекты эксплуатации. Мы с вами уже их посмотрели. И после этого мы с вами уже можем начинать производство, соответственно, в зависимости от того, как вы задали, то есть заказы на производство. Ну, на самом деле работать с заказами на производство проще, хотя можно выпускать готовую продукцию и без заказов, но в заказе на производство вы обычно указываете, чего надо конкретно изготовить, какое количество и к какому сроку. То есть это позволяет более планово работать и создавать план производства. Таким образом, в общем-то, взаимоувязка этих показателей позволяет начать работу с производственным блоком и, в общем-то, уже при этом использовать обычные документы, которые практически используются и в галтерском учете, и в налоговом, которые формируют себестоимость и формируют, собственно говоря, дальнейшие документы по регламентированному учету. Значит, у нас с вами регламентированный учет, это фактически вот такой блок, который состоит из бухгалтерского блока, то есть мы с вами отражаем в бухгалтерских документах и уже на основании их создаем регламентированный отчет, то есть наши декларации, балансы и так далее. Значит, кроме этого, у нас с вами в регламентированном блоке и в регламентированном учете есть возможность использовать такой сервис, как 1С-отчетность. Не путайте блок 1С-отчетность, вот он у нас, и 1С-отчетность, это дополнительный сервис, который позволяет напрямую обмениваться с сайтом налоговых органов. Соответственно, в этом случае, если мы используем этот сервис, у нас есть возможность, минуя операторов связи, минуя операторов ТКС, размещать напрямую отчеты, переписку, ну и так далее. На сайте инспекции, например, налоговой инспекции, на сайтах соцфонда, ну и так далее, других фискальных органов. Значит, в этом случае у нас есть возможность, если у вас подписка ИТС Техно, то это платная услуга, если ИТС ПРОФ, то одно юридическое лицо вы можете разместить бесплатно, состальными надо доплачивать, но сумма достаточно дружественная. Значит, соответственно, если мы переходим по ссылке, регламентированные отчеты, это наш общий журнал документов с нашей отчетностью, и вот программка сама себя хвалит, показывает вам конкретно именно этот сервис, подробнее по нему вы можете посмотреть по ссылочке информацию и подключиться тоже не требуется особых усилий, то есть это можно сделать, вот переходя по этой ссылке, но на самом деле, если у вас, например, одно основное, юридическое лицо, там какие-то вспомогательные производства, переведенные на юридицы, то это можно использовать, или вообще одно юридическое лицо. Ну, конечно, для холдинговых структур в этом случае нужно смотреть, кого переводить напрямую, напрямую из связи, так сказать, и кого не переводить. И, соответственно, здесь мы уже можем выбирать, какие отчеты вас интересуют, соответственно, по кнопочке создать, вы выбираете то, что необходимо. И еще один момент в регламентированном учете у нас с вами присутствуют личные кабинеты, это сервис дополнительный, ой, вот у нас опять сам себя хвалит, значит, это личные кабинеты, личный кабинет налогоплательщика, юрлиц, налогоплательщика ИП, налогоплательщики ИП, у нас сейчас доступно личный кабинет по ЕНС, в общем-то, очень неплохой, наглядный сервис. И то, что больше всего используется, это личный кабинет по электронным дискам не трудоспособности, ну и, соответственно, по прочему социобеспечению. К сожалению, объединенный фонд на данный момент предусмотрел многое, но если у вас электронный больничный листок, и вы отправили сведения по этому электронному листку, заплатили свои положенные три дня, это еще не значит, что соцфонд начислит и выплатит вашему сотруднику вовремя полагающиеся ему деньги. То есть на самом деле надо отслеживать состояние электронных листков нетрудоспособности. Вот в этом сервисе это удобно делать, потому что у вас могут прийти требования предоставить дополнительную информацию, или фонд считает, что вы допустили какие-то ошибки, то есть, соответственно, запрос дополнительных сведений. И здесь важно то, что у фонда есть 10 дней на то, чтобы прислать ответ, и у вас есть четкое время, в течение которого вы должны ответить, но пока вы ведете вот эту вот переписку, соответственно, ваш сотрудник остается без оплаты больничного листка. Такие случаи, к сожалению, сейчас достаточно часто встречаются, поэтому физичный кабинет пользы камней трудоспособности достаточно активный использующийся сервис. Ну и в заключение хотелось сказать про статистику, не забывайте обращать на нее внимание, потому что в этом году статистика разместила много сведений, много дополнительных отчетов, которые необходимо сдавать. В основном, это отчеты по сотрудникам, по оплате, по фонду заработной платы. И если вы не сдаете свою временную отчетность, то, соответственно, вы попадаете на штрафные санкции, которые сейчас статистика с удовольствием использует. И в этом случае первоначальное правонарушение это 70 тысяч, повторное это 100 тысяч, ой, 150 тысяч, извините. И согласитесь, проще зайти на портал статистики, проверить по своему ИНН, на что вы попали, под какие выборки вы попали, и, соответственно, сдать свое временно необходимую отчетность. Ну, в общем-то, Банк России это новый сервис, который, личный кабинет, которого предназначен для работы с банками по кредитным продуктам. То есть, если у вас есть какие-то кредитные продукты, там, например, кредитные линии, овердрафты, какие-то дополнительно получаете вы займы или кредиты, то, соответственно, с определенной периодичностью вы должны предоставлять банку сведения, которые касаются вашей финансовой деятельности. То есть, например, предоставлять баланс, предоставлять какие-то отчеты, оборотно-сальдовые ведомости. Ну, собственно, для работы с такой информацией создан вот этот сервис. То есть, вы можете машиночитаемые доверенности пересылать через него и так далее. На этом мы сейчас снова вернемся к нашим слайдикам. так. Значит, и здесь мне еще хотелось вам показать вот такой слайдик с нормативной информацией. Ну, собственно говоря, какие самые распространенные сложности, которые возникают с подразделом производства. то есть, ну, первое, как вы уже видели, это основная проблема, что много нормативно-справочной информации нужно заполнить. Заполнить. Собственно говоря, это длинный этап, и бывает, когда он растягивается на год и так далее, в зависимости от того, какой цикл у вас занимает. Ну, то есть, какой цикл ваше производство занимает. Второе, на многих предприятиях сталкивались с тем, что нормирование как бы в последнюю очередь делалось и делалось так на АБУМ. То есть, если мы задаем в производственном подразделении в ЕРП конкретно технологические операции, что время на доработку допустим, у вас деталь 10 минут, значит, оно должно быть 10 минут, иначе планирование в ЕРП будет недостоверным и вместо облегчения принесет наоборот дополнительные сложности. И, собственно говоря, это дополнительные затраты, необходимые на преувеличение техники, то есть, дополнительно необходимы рабочие места, оснащенные компьютерами, чтобы сотрудники могли сразу вносить информацию о том, что, например, этап такой-то закончен и начинается следующий этап. И если отложить, например, ну, хотя бы на то, что до вечера мы выводим эту информацию, то в этом случае не будет актуальной информации у руководителей о том, что на самом деле о состоянии дел в производстве. То есть, такая информация будет уже не актуальна и не соответствует действительности. То есть, по данным документов у нас будет выпущено одно количество, а по факту мы уже ушли вперед и уже выпустили другое количество. Это, естественно, требует дополнительных, ну, во-первых, материальных затрат, то есть компьютеров, периферийных устройств, принтеров и так далее. А во-вторых, обучение сотрудников, то есть, чтобы они могли работать на данном оборудовании, на данном участке и создание пользователей. То есть, как вы видите, в общем-то, это многогранная задача и требует дополнительных средств. Поэтому, в общем-то, такие значительные блоки, как вот производство, в общем-то, очень часто не передаются на для заполнения техническим специалистам, а используются специально, то есть, используют сотрудников, которые именно специализируются на программе 1С, на конфигурациях ERP и так далее, и уже которые грамотно могут внести нужную информацию и заполнить все справочники. Компания Кодерлайн имеет такие возможности, мы выполняем любые операции и продажу, и настройку, и доработку. Так что, милости просим к сотрудничеству, будем рады оказаться вам полезными. то есть, настроить и ERP в целом, и производственный блок, мы можем, и неоднократно этим занимались, приглашаем вас к сотрудничеству. На этом разрешите попрощаться, наше время, к сожалению, подошло к концу, мы рады были встречи, благодарим вас за время, которое вы нам уделили за внимание. Всего доброго, хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова